итак всем привет сегодня у нас следующий корпус это корпус для моего компьютера я себе купил midi tower по прайсу он называется термал тэйк версия h 23 midi tower без блока питания черный цена его 2320 рублей кто-то скажет вообще дешево за копейки но я бы так не сказал за кусок железа и так вот такая вот у нас коробушка в описании я короче смотрел из китая подобная вещь стоит 5000 привести но я говорю это контейнера не надо возить чтобы она выходила дешевле чем у нас можно большое что-то крупно купить в магазине либо большими партиями по договорю ой как красавчик смотрите какой ну тут уже по солидный до 1 кто его вытаскивать после упаковки нифига си вылазить не хочет застрел опять застрел этот корпус уже поинтереснее на мой взгляд так надеюсь все запчасти присутствует тоже с штатный кулер 120 по идее у нас уже другой производитель вот что-то выпало задняя крышечка хорошо ввезли пакетик мягкий приятный тут у нас уже можно водянку установить такая вот мордахо тут у нас кнопочки есть повар резет у 2 уэсби 130 что ли и один обычный на 30 блин собака серая я думал здесь два одинаковых будет а тут пяти штриковый он бы мне как бы нафиг ты не нужен мне надо чтобы здесь два было ну да ладно у меня там идет заказанный картридер и на нем вроде бы есть узбишечка такая текстурированная передняя панель быстро съем вот здесь уже реально быстро съем вот это уже приятненько кстати они с фильтрами с поролонками уже проставлены что в принципе очень круто были на еще обратно быстро установка было сейчас чувствую чуть-чуть поднажму блин болтается капец я хочу просто так вроде не болтается по одной ну привод здесь будет соответственно черненький то есть это все заглушки так с обратной стороны у нас голая громадные такие ноги здесь у нас еще фильтр стоит блок питания у нас с нижней установки дополнительная сеточка почему не делают обзоры корпусов вот я вот этого не могу понять потому что когда ты смотришь на картинку ты видишь одно когда ты щупаешь на самом деле ты видишь получаешь совершенно другое тут у нас под водянку есть места где на шланги вход-выход так ну что давайте разберем посмотрим так вроде бы и железяка слушайте покрепче чем там то есть понятно почему 1000 рублей переплачешь вот такая вот закрыл наш очка отсюда вот ставится так она просто а нет у него вот защелочки по бокам странно выпало надеюсь и потом зафиксирую когда компьютер соберу так его знаете что замечаю что везде где кулеры стоят вы есть небольшие вмятинки так снимаем обе крышки смотрим как они снимаются первое прошло очень легко крышка достаточно легкая не гнется нормально очень легко снялась еще легче чем 1 так тоже не гнется убираем стороночку вроде царапин покрытие марка я просто провожу рукой чистой остаются какие-то странные разводы вот это вот все ходуном ходит этот неприятно и черновой все равно пластик то есть я не знаю это мода такая что ли я ну соответственно два индикатора включена и винт то есть беспонтового цвета и не знаю этот наверное опять синий этот красный ну по стандарту идет микрофон наушники микрофон наушники такое у лейда у нас тут красуется какой-то интересный кулер у нас тут турбинного типа 120 подключается он на мать ухты приятных шнурок у него черненький как бы знаете резиной как будто покрыт то есть можно в принципе проложить незаметно так материнка с таким вот набором конечно будет лучше охлаждаться так идет инструкция да ну дождался что в одном из корпусов или на инструкции заглушка дополнительно она просто не установлена то есть тут по идее должно быть все написано комплект винтиков ну не скудный комплект побольше винтов чем в предыдущем корпусе это радует стяжечки у нас тут три ждут 44 минут такие обычные мелкие черные инструкция инструкция ничем у нас не пахнет соответственно как у нас устанавливается мать также ставится кулер на нее система охлаждения на процессор ставится после этого только все вставляет скрипция на материнскую плату так здесь уже прикол в том что провода прокидывается непосредственно от блока питания вот здесь вот специальная канавка идет с обратной стороны вот она отсек и вот здесь они фиксируются и прокладываются этот громадный плюс у предыдущего такого не было из плюсов также что я вижу это три отсека пяти дюймовых 2 дюймовые ё-моё тут винтов вообще гору можно напихать так получается ну сюда это не запихнул раз два три раз два три шесть отлично это я и заказывал из-за этого я брал тут у нас быстрая установка есть без вариантов того что нам надо где-то искать с вами винтики для того чтобы поставить привод или какие-то другие устройства в пяти дюймовый отсек соответственно у нас есть быстрая установка таких вот два переходничка с этой стороны их нету соответственно с другой стороны мы можем либо взять отсюда один действующий крепеж там нет крепежа не взять только с одной стороны у вас ставится быстросъем с той стороны прикручивается но это глупо да и там выпирает там крышечка не закроется вот эти штучки хотя нет не закроется так вот у нас поворачивается вытаскивается устанавливается в нужное тут у нас есть два фиксатора которые вставляются в сидером например и тем самым фиксируют его жестко с одной стороны и дальше мы с той стороны просто двумя винтами подкручен плюс подобные вещи используются в банкоматах в системных блоках на банкоматах тут по идее третья должна быть но ее нету так по проводам очень интересно какая у них длина что тут реально есть длина тоже прилично то есть уходит за пределы корпуса то есть можно обернуть несколько раз так скажем у нас идет usb 3.0 так это аудио идет это уэсби странно на одно гнездо идет короче можно принципе изноровиться и поставить сбоку и дополнительно у нас идет повара свой резет hdd и повар вот все ничего больше лишнего здесь нет про вода кстати очень хорошего качества удивительно ну да ладно хорошего качества хорошо что если как картридер до взял черного цвета заказа буду я буду ставить два здесь а я их ставить то не смогу тут пяти дюймовый господи то мне надо новый заказывать что ли трехдюймовый пойдет не знаю куда он пойдет тут его и негде ставить так вот даже вот сюда вот его нельзя поставить ооо тут фильтр стоит тут внутри стоит поролоновая вот такая вот большая как его назвать то лист поролоновый который должен сниматься как он снимается честно говоря я ума не привожу так нижняя часть крепче чем у предыдущего компа честно говоря я ожидал что он будет покрасивее улыбло так переливаться пытается но это я говорю очень сложно выбрать компьютер чтоб у него очень много было отсеков куда можно было установить нормальные винты и не только ssd но нормальные винты соответственно здесь корзина это позволяет и здесь быстросъем то есть закрепил вот здесь потом просто берешь просто вставил и просто пользуешься это очень удобно соответственно это более современный уже корпус который в принципе мне подходит и что я могу сказать на боковых стенках у нас кулер ставится нет боковые стенки у нас закрытые соответственно у нас здесь идет один кулер и сверху вот такая дырень соответственно по идее если бы у меня система охлаждения отсутствовала я в принципе сюда не планирую ставить водянку если бы она у меня отсутствовала как сейчас вот эта штука должна закрываться а дело все в том что вот сюда я очень много чего ложу на системник под столом соответственно зарядки и так далее соответственно здесь надо будет коврик какой-нибудь постелить под всякие фотоаппараты и так далее и может что-нибудь провалиться провалиться не дай бог на мать упадет в замкнет и будет тренироваться ну да ладно в общем интересный корпус мне он очень понравился лучше чем предыдущий разница конечно там небольшая того получается ценник 1600 здесь 2 300 получается 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 700 рублей что ли разница 720 рублей то есть 720 добавляем и получаем вот такой полноценный корпус то есть подобное я бы рекомендовал себе бы но у меня тут недочет мне надо больше USB больше больше USB я не хочу выводить задние панели куда-то вот сюда хаб ставить мне это не надо я хочу подключать достаточно хорошее количество устройств непосредственно вот сюда и пользоваться благами так скажем цивилизации так у нас там стоит площадка на которая крепится на двух винтах и в принципе я наверное этот USB оттуда перепаяю на обычный в будущем светодиодики вообще жесть ну красный светодиодик ставить в корпус и синие это вообще не айс так а вот здесь вот она у нас тоже быстросъем по идее ну как бы не быстро съем передняя панель конечно тут все мешает вообще все мешает наверное я ее так-то не сниму к сожалению я и так не сниму не хочу курочить в принципе мне это не важно думал вот сюда может кулер поставить но я не наблюдаю места куда его там можно впихнуть честно может быть там и есть вот так вот короче быстро съем вот такая у нас морда так вот здесь вот сеточка вот она эта плата так гнездо тут крепится всего лишь на двух соответственно легко его можно перепаять то есть экран тупо припаивается к плате и основном провод то есть понятно что такое USB 3.0 и мне лучше уж 2.0 обычный кстати кабель здесь AVM1 300 вольт 80 градусов 28 AVG USB 3.0 так 80 градусов 300 вольт AVM и больше ничего такого линфинг вот эти вот провода очень интересного такого чуть не наблюдал я раньше а стоп это аудио диктовало USB 30 вольт 2.0 USB превизион кабель так 80 градусов AVM и все то есть типа ВМ и все AVG не надо указывать да ладно вот такая у нас сеточка здесь быстросъем все тут быстросъем то есть кулеры тут некуда ставить понятно это обидно хотя есть подобие того что здесь какие то можно поставить отверстия вот какие то есть сквозные 140 это сюда точно не влезет да и 120 это не влезет и 120 не влазит то есть не предназначено сюда ставить кулера вот такая вот дилемма ребятки но в принципе если откинуть это все и учитывать то что забирает снизу а здесь есть у нас дополнительный выдув здесь у меня будет стоять башня которая дует на выдув и соответственно будет остужать все не так все плохо но если учитывать то что винты тоже греется и нехило и видюха греется и нехило то как то уж тут мало чего хорошего из этого получается ну да ладно какой то вот такой вот я не знаю как его назвать то в общем вот такой вот корпус вот вот дешевый пластик блин за такие деньги дешиманский пластик просто но сделан неплохо все это я признаю что сделал неплохо но я буду здесь usb 30 не стал хотя большинство современников наверно есть устройств дофига 30 в общем на этом все я прощаюсь с вами всем удачи подписываемся ссылка будет под видео на модели того и так далее я брал это все как всегда сетилинки не как всегда а вот парочку и взял сетилинки и вот это идет именно на мой комп не знаю есть смысл нет но я сниму на всякий случай ролик как я буду свой комп переносить в этот корпус а на этом все всем удачи всем пока